Глава 1. Подзаголовок 4. Начало-начало. Теодору Герцлю удалось преобразовать стихийный эмоциональный сионизм еврейских масс в политическое движение, учитывающее специфику современного мира. Герцль, выдающийся лидер, прекрасно понимал природу политической игры и тонко чувствовал глубинные процессы истории. Он исходил из однозначного убеждения. При существующей ситуации евреям Европы угрожает скорая и очевидная опасность. При этом Герцль верил в возможность избежать этой опасности путем создания еврейского независимого государства. Поэтому он отстаивал сионистские притязания со всей настойчивостью, на какую был способен. Его последователи распространяли идеи политического сионизма во многих странах, содействуя постепенному признанию принципиального права еврейского народа на создание собственного государства. В то же время получил развитие процесс организованной еврейской репатриации в Эрецисраэль. Страна пребывала тогда в нищете и запустении. Арабские землевладельцы, FND, не уделяли особого внимания своим палестинским поместьям. Они наслаждались жизнью в Бейруте и Дамаске. Еврейские поселенцы преобразили эти бесплодные угодья. Выкупленная земля, болото и каменистая целина превратились в плодородную почву. В Эрецисраэль появились первые еврейские деревни, а затем и города. Эти усилия были поддержаны некоторыми известными еврейскими финансистами, такими как Мошэ Монтефиори и барон Ротшильд. В 1882 году прибывшие из России репатрианты первой Алии основали сельскохозяйственный поселок Решон-Лицион, первенец Сиона. Вскоре первопоселенцы получили финансовую поддержку барона Ротшильда. Когда в 1896 году мой дед по матери Авраам Маркус приехал в Решон-Лицион, он обнаружил деревушку из нескольких побеленных домов с красными черепичными крышами. Эти дома стояли посреди обширной песчаной пустыни. Ныне Решон-Лицион – крупный город, расположенный к югу от Тель-Авива. Авраам Маркус принадлежал к движению Хававей-Цион. Став фермером, он не оставил своих ученых занятий. Днем он ухаживал за миндальными деревьями, а по ночам учил Талмуд. К тому времени, когда в 1912 году в Петахтикве родилась моя мать, семья жила в прекрасном доме среди фруктовых садов. Ко входу в дом вела пальмовая аллея. Но такой роскоши достигли лишь немногие укоренившиеся семьи. Новоприбывшие поселенцы жили в гораздо более трудных условиях. В 1920 году в Эрец-Исраэль прибыл мой дед по отцу, рабби Натан Милийковский. К тому времени в стране почти не было мощеных дорог и фактически отсутствовал современный транспорт. Семья высадилась с корабля на грибной шлюпке, поскольку пристани в Яфа тоже еще не было. Проведя какое-то время в Тель-Авиве, Натан Милийковский вместе со всеми своими домочадцами отправился в Цемах. Два дня они добирались к Кенерату по разбитым дорогам. В Цемахе мой дед нанял лодку, чтобы перевезти багаж в Тверию, а его семья продолжила путешествие в Телеге. К вечеру поднялся сильный ветер, и на озере началась настоящая буря. Лодка едва не перевернулась. К счастью, Натану Милийковскому удалось благополучно добраться до Тверии. В городе семья переночевала, а наутро все отправились в повозке в Цфат. В Рошпине поменяли лошадей. Рошпина была единственным населенным пунктом к северу от Кенерата. Вокруг нее простиралась бесплодная пустыня, где изредка можно было наткнуться на бедуинскую стоянку. Три дня длилось в те годы изнурительное путешествие из Яфа в Цфат. «Сегодня мы проделываем ту же дорогу менее чем за три часа». Потоки сионистской репатриации, следовавшие один за другим, начиная с 1882 года, неузнаваемо изменили лицо страны. Евреи проложили дороги, возвели города и поселки, построили первые больницы, создали современное сельское хозяйство и промышленное производство. И чем больше становилось еврейское население Эр-Цесраэль, тем больше пребывало в страну арабов. Массовая арабская эмиграция в Эр-Цесраэль была связана с возможностью трудоустройства на еврейских предприятиях. Уровень жизни в стране повышался вследствие быстрого развития еврейской экономики. Этот процесс был настолько очевиден, что президент США Франклин Рузвельт вынужден был заметить в 1939 году, «Начиная с 1921 года, арабская эмиграция в Палестину значительно превосходит суммарную еврейскую эмиграцию всего послевоенного периода». Конец цитаты. Развитие промышленности и торговли привело к резкому повышению уровня жизни арабского населения в Эр-Цесраэль. Вовлечение арабского населения в сферу промышленного производства не имело аналогов в соседних странах. Таким образом, в 1947 году зарплата арабского рабочего в Яфо была вдвое выше, нежели у его соплеменника в Шхеме, где евреи тогда не селились. Параллельно с этим число арабских коммерческих предприятий в Эр-Цесраэль увеличилось между 1931 и 1942 годами на 400%. Численность арабских рабочих, занятых на этих предприятиях, возросла в 10 раз с 1931 по 1946 год. Чрезвычайно показательным является увеличение арабской иммиграции именно в те районы, где проживали евреи. Между 1922 годом, когда был окончательно утвержден британский мандат на управление Палестиной и 1947 годом начала войны за независимость, арабское население в смешанных в кавычках городах выросло на 290% в Хайфе, на 158% в Яфа и на 131% в Иерусалиме. В то же время прирост арабского населения в Хевроне составил 64%, в Шхеме 56%, в Бейт-Лехеме 37%. В этих городах, как известно, евреи почти не жили. Но даже массовое переселение арабов на территорию будущего еврейского государства не изменило господствовавшего в мире убеждения. Эрец Исраэль предназначена стать национальным государством еврейского народа, в котором будет сохраняться арабское меньшинство. Еврейские притязания на эту страну получили конкретное подкрепление благодаря непрестанной поселенческой деятельности в 20-м столетии. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...